Тем, кто заключит контракт на службу в зоне СВО с 1 августа по 31 декабря 2024 года, согласно указу президента страны, будут единовременно выплачивать 400 тысяч рублей. Среди них могут быть мобилизованные призывники и другие граждане России, а также иностранцы. Прежний указ от ноября 2022 года предусматривал размер выплаты в 195 тысяч рублей. С 1 августа меняются правила назначения выплаты единого пособия на ребенка в возрасте до 17 лет. Оно будет назначаться по месту фактического проживания или временной регистрации. Заявление для подтверждения адреса места жительства не потребуется. Правда лишь в том случае, если пособие раньше уже назначалось в другом регионе и было соблюдено одно из условий. К примеру, если заявитель или его супруг отчисляет налог с доходов или получает пенсию именно в новом регионе. В другом случае доказывать место фактического проживания придется документально договором найма, справкой о посещении ребенком детского сада или школы. С 5 августа банки и микрофинансовые организации должны будут записывать все взаимодействия с должником, который просрочил выплаты по кредиту. Раньше это должны были делать коллекторы. Теперь записывать и хранить все текстовые и голосовые сообщения будут также банки и микрофинансовые организации. Все это должно храниться не менее трех лет. В Госдуме считают, что это позволит защитить должников от нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов. Ну и с 1 августа 2024 года можно будет наследовать и завещать цифровые рубли. Оформить соответствующий документ можно не только с помощью нотариуса, но и в банке, где открыт конкретный счет. Так что цифровую валюту, как наличные или безналичные рубли, наследники смогут получить до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства. Татьяна Голубева, День Столка.